Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешен. Номер 51. 2 Коринфянам 4.6 Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы процветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Толкование блаженного Феофилакта. Почему, говорит, мы не проповедуем себя? Потому что Бог воссиял в сердцах наших, как в древности на лицо Моисея, так ныне на нас. Как при первом творении сказал, и явился из тьмы свет, так и ныне сказал, и явился свет. Впрочем, Он Сам стал светом для нас, ибо Он воссиял для нас в лице Христа. То есть через Христа, потому что Отец сияет в нас через Христа и дает просвещение познания, не сущности своей, но славы. Заметь, и здесь у Павла богословие о Троице, ибо о Духе, говорит он, взирая на славу Господню, ибо Дух есть Господь. О Сыне свет благовествования о славе Христа. А теперь об Отце просветит нас познанием славы Его. 2 Коринфянам 4.7 Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была присписываема Богу, а не нам. Толкование. Поскольку сказал о незреченной славе много великого и высокого, то дабы кто не сказал, как же мы, получив такие, как ты говоришь, благо, останемся в смертном теле? Говорит, глиняный сосуд вмещает такие сокровища силой Божией, чтобы преизбыточная сила, являющаяся в нас, была Божией, и чтобы не подумали, что мы совершаем что-нибудь сами собой, но чтобы все, кто видит, говорили, что все это Божие, намекает на лжеапостолов, которые все приписывали себе. Почему они говорят, что пребывают в умершем теле, в смертном, да, а то в умершем? И мало того, если от человека отпилить палец отдельно, там благодать будет. Это еще где-то Иоанна Дамаскина. Где, откуда, хоть намек какой-то есть, у Павла и Люкова нет нигде. Почему? Живое общение с Богом потеряно, Ну и теперь уже осталось только с трупами возиться. Страшно сказать, что творится. Второе, Коринфянам 4.8 Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Толкование. В такой мере, говорит, все есть дело силы Божией, что хотя мы скудельные сосуды и подвергаемся стольким и столь разнообразным искушениям, однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища, ибо подвергаемся скорбям во всякое время, во всяком месте, во всякой вещи, между друзьями, между врагами, но не стеснены, потому что Бог расширяет сердца наши. То есть, хотя подвергаемся бедствиям и стеснениям, однако, стоя твердо, не отчаиваемся и не побеждаемся, но в Боге находим помощь и побеждаем. 2 Коринфянам 4.9 Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Толкование. Люди гонят нас, но Бог не оставляет нас, ибо это допускается для того, чтобы мы упражнялись в борьбе, а не для того, чтобы мы пали. Противники, говорит, не излагают нас по телу и вещах внешних, но мы не погибаем, благодушевствуем и наслаждаемся постоянством Духа, и при этом сохраняем при помощи Божией самое тело. 2 Коринфянам 4.10 Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Толкование. То есть ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражаясь смерти Господа, свидетельствуем таким образом о жизни или о воскресении Его телом своим. Ибо если кто не верует, что Господь воскрес, он не будет иметь предлога к неверию, когда увидит, что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаемся в живых. 2 Коринфянам 4.11 Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Толкование. Этим объясняются слова мертвость Иисуса, которые были неясны. Ибо Он обычно разъясняет неясно сказанное. Слова же, чтобы и жизнь Иисусова открылась, кроме предыдущего толкования, должны быть истолкованы еще так. Как мы ныне подвергаемся смерти Христовой и решаемся заживо умереть за Него, так и Он благоизволит умерших нас оживотворить тогда. Это говорит апостол и в другом месте. Если же мы умерли со Христом, веруем, что и жить будем с Ним. Римлянам 6.8 Что интересно, о трупах, о костях в Новом Завете ни звука. Даже Христа искать, что ищете живого среди мертвых. А тогда мертвых среди мертвых найти, отпилить, выкопать, мыть кости. Это даже не помрачение, это какое-то совершенное отвержение, извращение полное. Живого Бога потерялись, с костями возятся, чемоданами везут, продают неизвестно чьи кости. Ужас какой-то. 2 Коринфянам 4.12 Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Толкование. Смертью называют здесь искушение, говоря, мы находимся в опасностях, а вы наслаждаетесь жизнью, которая проистекает из этих опасностей. Именно вследствие возвещения вам в Евангелие, через которое вы живете вечной жизнью. 2 Коринфянам 4.13 Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Потому и молчат, что не веруют. Монахи молчали все, не веря. Не веря Христу, не веря апостолам, не веря то, что Господь сегодня Духом Святым побуждает дальше, еще дальше идти и молчать. Веруем, потому говорим. А не говорим, ну тут простой вывод, потому и нет никакой веры. То есть не евангельская вера-то. По евангельской вере монашиство не имело существования больше 10 дней, пока не обречетесь силою. 1.8 мы считаем, деяние апостолов. И раз они сидят, они не обреклись силой Духа Святого. И Духа Христова не имеют. Иначе бы они не удержались. И что интересно, делая сравнение. Вот Арсений мы считали, он молчун такой. А Моисей Мурин, негр, обратился к Богу, разбойник, огромные силы такой. И он так старается всем угодить. Ночью встает, берет сосуды, ведра, фляги, тазики, все водой заливает каждому. А они сидят там по кельям, ну старые там. И вот братья, когда придут, он их угостит, где-то что-то достанет и накормит. А тот сидит, уткнулся и молчит. И вот думаю, так, кто же из них больше? Ну все же понимают, что Моисей-то как и видит. У Моисея ангелы, корабль плывет, ангелы управляет. А у Арсения Дух Святой. Все-таки Арсений выше. Когда наелись, теперь понятно. Даже здесь еще понимать, то он помогает. А тот сидит никому не помогает. Этот проповедует, других утешает. А этот никому слова утешения не говорит. И все равно выше. Почему? Потому что царство монахов строится. Приблизимо царство монахов, а не царство Христово. Царство попов и монахов. Вот об этом Григорий Петров, написавший о Капе, слава Богу, за все, прямо так и говорит. Строит храм Сапеи. А уже пристройка на пристройку и храма не видать. А все строят, а что строят, уже не знают. Храма-то нет, никакого не видят. Вот оно, от веры в веру. Говорил, потому что я верую. Ну возьми это, и ты увидишь, что ты не верующий, раз ты молчишь. Диакон обязан говорить, и подиакон. Мирянин, все должны говорить. Нет ничего, и православия нету. Фиксия одна. Надутый пузырь остался. Толкование. Выше упомянул об искушениях и о смерти. Потом сказал, что и от них избавил нас Иисус. И привел основания, что для того именно избавил, чтобы уверить в своем воскресении. Теперь утверждает, что это должно основываться на вере, а не на одних умствованиях. И говорит, как Давид, находившийся в искушениях и освобожденный от них только Богом, сказал, Я веровал, и потому говорил. Так и мы, имея тот же дух веры, который он имел, веруем, и потому говорим, что как Иисус воскрес, так и мы победим опасности, и опять будем воскрешены. Заметь, что в Ветхом и Новом Завете один и тот же дух. Заметь, это для тех, которые хулят закон. Ну, прямо говорит. Веровал, потому говорил. Считают это старообрядство, псалтырь? Да, считают. А монахи считают, читают, читают, и все мимо идет. Самая обличительная книга сегодня даже не Евангелие, а псалтырь. Потому что она все время считается. Она же для покойников считает псалтырь. Вот вот придумал кто-то это. Ну, покойник, во-первых, ничего не знает. И псалтырь Ветхий Завет. Ничего нету. Вот положено все сорока уст. Вы заплатите сорока уст 40 раз прочитать псалтырь? Ну, если ты это берешь, за себя укрепляешься, тут все объяснимо. Ну, какое отношение к покойнику иметь? Да еще и неверующему. Веровал, потому говорил. Ну, ты-то не веришь. Почему? Я верю. Ага, почему молчишь? Так не положено. Я же не епископ, не священник. То есть свихнутое сознание. Второе, Коринфянам 4, 14-15. Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше, во многих произвело благодарность во славу Божию. То есть производит благодарность. Научиться надо видеть. Это вторая ступень молитвы. Первая просительная, вторая благодарственная, третья славословие. За все благодарите, за все. Благодаришь? Нет. Ну, а как же не благодаришь? Ты за Майдан благодарил Бога? Нет. Ну, а почему не благодарил-то? Вот самолет-то разбился-то. Ты благодаришь. Ах, за что благодарить? Люди погибли. Написано, за все благодарите. Что тут непонятно? За милость, за любовь, за ненависть. За все благодари Бога. Это Он посылает. Он очищает нас. Толкование. Чему же, говорит, мы веруем и что знаем? То, что тот, кто возвик Иисуса, и ныне исхитит нас от опасностей, и напоследок воздвигнет и представит нас с вами к наслаждению благами, возбуждает их к вере и доброй жизни. Намекает же на лжи апостолов, которые говорили, что через их посредничество сообщается их ученикам от Бога благо. Говорит, все для вас. И самое воскресение, а не ради того или другого. Совершать же это Бог и многим дарует благодать, чтобы при изобилии благодати преизобиловала и благодарность, приносимая многими во славу Божию. Почему же апостолы, приписывая благодать Божию себе, омрачает и славу ее? Да ты сегодня священник, любой это. Я тебя от причастия отлучу, то есть ты сдохнешь под забором. Они папы римские все. Папа римский один, а тут у православных каждый папой себя чувствует, каждый епископ. Второе Корейстерном 4,16. По всему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ну нет и этого. Внешний тлеет, это понятно. Разные начинают там огуречные рассолы, маски на лицо. И вот червям корм готовят. И вот смотри, как она подтянула там где-то, она подтянула лишнюю кожу, то вырезали, и глаза открытые, не хватает закрытых теперь, и с открытыми глазами спит. Дурь! Да мало люди добавляют еще собачья дурь. Я скажу, не трожьте собак, собаки этого не делают. Толкование. Поскольку, говорит, мы знаем силу Божию и то, что Бог ныне освободит нас от опасностей, потом восставит нас просветленными, то не падаем духом и не отчаиваемся среди страданий. Далее. Внешний человек, то есть тело, тлеет. Каким образом? Когда терпит бичевание, гонение, внутреннее... Ну где бичевание, гонение? От кого? От епископа только. Никто. Сейчас возьми, кого перебери до Дальнего Востока, никого нету ни бичевания, ни гонения. Он и не знает даже этого. Почему с властями? Патриархия, вот это сергианцы, митрополита Сергия, полностью погрязывает. Это еще и в пресс-садском риме. Без государственной власти ничего не могут делать. Натравить кого-то, Дворкин там подначивает. Жалобу написать, Роспотребнадзор, но меня я все время терплю от них. Поп ту же милицию вызывает, где мы проповедуем, где свидетельствуем. Ничего не могут без мирской власти. И поэтому с мирской власти туда и пойдут. На дно. Дальше. Внутренний же, то есть дух и душа, обновляется. Каким образом? Имея благую надежду и дерзновение, как терпящий и радующийся ради Бога. 2 Коринфянам 4,17. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Почему Серафим Саровский говорит, вот комната вся бы наполнена была червями, и черви тебе грызли, ну, немножко, лет сто. И тогда стоило претерпеть ради вечности. Вот он это понимал. И сейчас ничего не понимает. Как так? Я же верующий. Меня не могут ни болезни, ни трогать ничего. Да в болезни-то лучись. Парализован он лежит во славу Христа. Как он Бога славит? Толкование. Изъясняю, каким образом обновляется внутренний человек и говорит размышлением, что скорбь кратка, то есть временно, и легка, потому что временно, а слава и вечно, и имеет вес, то есть величие высшей степени, ибо таково значение слов в безмерном преизбытке. 2 Коринфянам 4,18. Когда мы смотрим на видимое, но... Не на видимое. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Боятся всего. А ты посмотри, маленькие мальчишки, 13 лет, бегут в ИГИЛ, их там принимают, из них готовят смертников, шахидов. А почему? Я хочу в рай. Вчера смотрю, один говорит, мать... И она говорит, я его благословила, но если его убьют, убьют, она сразу голову опустила и заплакала. То есть убивать она благословляет, а чтобы убит он не был. Ну что, обманутая? Я рай получу. Ничего ты, кроме ада, не получишь. Ты потому что убиваешь людей. Убийца. Враг человека, убийца, дьявол. А вот я распространю свое учение. Ну распространила душа в аду. Какая тебе это там польза? Провозгласили. Халифат по всему миру. Ну, где это не написано-то? Покажите. Даже в вашей священной книге-то этого нет. Подряд всех убивают, насилуют и прочее. Сказать даже страшно. Как это можно? Не как сатана. Сатана. Взорвать, убить. Люди собираются. Новый год. Ну неправильно празднуют. Ну и что из этого? Начинили машину, поставили, рвануло на детской площадке. Одни куски летят. Что это? От Бога? Так это ни один, ни два. Где не считаешь, везде взрывы, взрывы, взрывы непрерывные идут. Кто это делает? Буддисты? Нет. А кто делает? Те, кому обещано царство небесное. Какое же там царство? А там гурии будут, женщины. Будешь блудить сто раз на одну ночь. То есть какое? Царство блуда и убийства. Это разве это от Бога? Это все, что делает дьявол. Ни божественной искры даже нет в этом нигде. Ну а как же так? Вот такие у вас мирные отношения с мусульманами были. Ну и нет, это не проповедует, не убийство. Я к ней приезжаю на учитель, учитель, отец мой приехал. Но это же разные люди совершенно. Поехали. Толкование показывает, как легка скорбь. Все видимое говорит временно, следовательно и скорбь. И самый покой, ибо и он видим. Ибо для того сказал видимое, чтобы обнять и покой. Итак, не будем унывать в скорби, не расслабляться покоем. Если же так, то невидимое, то есть царство и мучение, вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. Толкование. Поскольку выше сказал, что он по той мере, как внешний человек тлеет, обновляется внутренний, и таким образом сказал, казалось бы, нечто новое, то говорит, что когда это смертное и земное тело в совершенность тлеет, тогда произрастут для нас бесчисленные блага. При этом снова рассуждают с ними о воскресении, хотя не так ясно, как прежде. Что бы ни показалось, что почитают их неисправными. Земной хижиной назвал тело, а тем, что назвал его хижиной, указал на кратковременность его, ибо такова хижина. Если же хижинами, храминами, по-славянски, часто называют и места упокоения праведных, то с прибавлением именно вечные храмины, праведные, так вот, Лука 16,9. Смотри же, как земному дому противопоставил небесный, а хижине дом вечный. Увеличивая восхваление будущей, слава нашего тела присовокупил, нерукотворенный, не для противопоставления этому телу, ибо и оно нерукотворено. Некоторые же под рукотворенным домом разумеют жизнь, проводимую нами на земле, а под хижиной само тело, так что это место получает такой смысл. Если разрушится земная жизнь нашего тела, которую можно назвать и рукотворенной, как бы составленной руками, ибо хлеб, вино и тому подобное, из чего делается, слагается наша жизнь, делается руками, мы будем иметь на небесах другую жизнь, неразрушимую и нерукотворенную, то есть не нуждающуюся в содействии наших рук. 2 Коринфянам 5.2 Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Толкование. В какое жилище? В нетленное тело. Небесным же называется оно, не потому, будет оно сойдет свыше, но потому, что оттуда будет неспослана благодать нетления. Посему не должно скорбеть, когда постигают нас некоторые искушения телесные. Напротив, мы должны еще воздыхать о том, что не совлеклись с всего тленного тела, чтобы облечься в нетленное. Это тело апостол не назвал хижиной, но жилищем, потому что оно пребывает вечно. 2 Коринфянам 5.3 Только бы нам и одетым не оказаться на гиме. Толкование. Дабы не все полагались на одно нетление тела, говорит, только бы нам и одетым в нетление, и получив тело нетленное, не оказаться на гиме. Те славы и безопасности, как имеющим скверну греха, ибо всеобщее воскресение, а не честь. 2 Коринфянам 5.4 Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Толкование. Поскольку могло показаться тягостным сказанное, воздыхаем, желая освободиться от тела, ибо привязанность души к телу невыразима, то говорит, не о том воздыхаем, чтобы просто освободиться от тела, но о том, что желаем облечься в нетление. Желаем не совлечься тела, но освободиться от тления, чтобы истребилось и уничтожилось в жизни тление, а не тело. Ибо тяготимся не от того, что имеем тело, но от того, что оно тленно. Этим совершенно заграждается уста еретиков. Ибо здесь речь не о том или другом теле, но о тлении и нетлении. 2 Коринфянам 5.5 На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог духа. Толкование. А сотворивший нас на сие самое изначало, говорит, есть Бог, ибо Он создал нас с тем, чтобы мы были нетленны. И не ныне только стало угодно Ему это, но было угодно изначало, и это в точности сбудется. Хочешь говорить доказательство, дам тебе и другое. Тот, кто дал нам духа через крещение, дал нам и залог нетления, ибо осветил и душу, и тело, и как ту, так и другое создал божественными, освободив от греха, от которого произошла смерть. Поэтому если дал духа, то явно, что освободил от греха. Таким образом, залог будущего в бессмертии есть дух. Или иначе, даровав нам ныне духа от счастья, дал некоторый залог, что даст и целое. Как же даст, если не будем нетленны, по душе и по телу? Итак, получив здесь немногое, то есть залог, надейся, что будешь иметь тогда и целое. 2 Коринфянам 5, 6 по 8 «Итак, мы всегда благодушевствуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушевствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Толкование. Продолжает подтверждать сказанное выше, именно то, что не должно беспокоиться об опасностях, «Ибо опасность из смерти, говорит, доставляет нам вожделенное приобретение, нетленное, нетление, о котором воздыхаем, и скорее приводит нас к владыке нашему. Мы всегда благодушевствуем, то есть не страшась ни гонений, ни наветов, ни смертей. Заметь мудрость, как скрыл именно смерти из жизни, и первый назвал во дворе нему Господа, а последнюю отшествием от Господа, дабы никто не привязывался к настоящей жизни, как отвлекающий от Господа. Потом, дабы кто не сказал, «Итак, что же, тело отчуждает нас от Бога?» отклонил это возражение, сказав, «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть, хотя и здесь мы знаем его, но отчасти, ибо это значит верою, а не лицом к лицу, что означает видение. Если же так, то желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Не сказал достигнуть нетления, но, что превосходнее, быть с Господом, ибо это важнее нетления. 2 Коринфянам 5.9 «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными». Толкование. Главное, о чем должно заботиться, состоит в том, чтобы благоугождать Бога в жизни. «Дабы слыша об отшествии, ты не подумал, что его одного достаточно тебе для спасения». Говорит, старайся отойти благоискусным, то есть веди и здесь жизнь благоугодную Богу. 2 Коринфянам 5.10 «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он нам делал, живя в теле, доброе или худое». Тебе все заупокойные молитвы, там все, все, куда упирается в этот стих. Как хочешь, так и понимай. Соответственно. А когда там тебе за деньги что-то пытаются сделать, несоответственно будет. Толкование. Здесь напоминает о страшном суде. Запомните, страшный суд пишется оба слова с большой буквы. И словами «должно явиться, возбуждает страх». Иногда говорят так, говорю о суде Божьем, а что ты меня пугаешь, верующий? «Отойди, у него страха Божия нету». Он не понимает даже. При разговоре о страхе Божьем вспомнил Парфея там этого Боровского. «Все дела прекратил, судный день наступает, я ухожу к Господу». А там все не так, как здесь. «Ибо не думай, что там стены или покровы или глубина сердца скроют, или дела, или помышления. Там все обнаружится. Говоря это, живших исправно и благочестиво укрепляет надеждой, а нерадивых возбуждает страхом к исправлению. Вместе с тем подтверждает учение воскресения тел. Ибо то, что служило или добрым, или дурным делам, несомненно, или награждается, или наказывается. Таким образом, здесь заграждается уста еретиков». Второе коринфянам. Это ариентика говорится. А православные-то они такие же сегодня. О чем угодно говори, как только заговорил воскресенье, еще воскреснут. Тела воскреснут, да кто, что вы говорите. Совершенно не верят в это. Было время, когда не верили епископу, отроки ефесские, когда уснули. Второе коринфянам, 5.11. Итак, «Зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям». Толкование. «Зная, говорит о страшном суде, мы делаем все так, чтобы не ввести людей в соблазн. Ибо сие означают слова «вразумляем людей», то есть «врачуем от соблазнов». Ибо мы подлежим осуждению не только тогда, когда сделали что худое, но и тогда, когда, будучи в состоянии удалить повод к подозрению и устранить соблазн, не делаем этого. Богу же мы открыты, ибо Он знает, как мы проводим жизнь, и нет нужды убеждать Его, как убеждает сомневающегося. Надеюсь, что открыты и вашим совестям, как хорошо знающим все, касающиеся нас. Поэтому нет нужды убеждать вас, будто потерпевших от нас соблазн». Второе, Коринфянам 5,12. «Не снова представляем себя вам, но делаем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Толкование. «Тот час же устраняет подозрения в мнивом, тщеславии, и говорит, что этими словами не себя сами хвалим, то есть возвышаем, превозносим похвалами, но даем повод хвалиться и красоваться нами, предлжиапостолами, которые поносят нас. Дабы вы имели что сказать и чем похвалиться о нас предлжиапостолами, которые хвалятся лицом, то есть делают все на показ для виду, ибо они таковы, носили личину благочестия, а в сердце не имели ничего доброго. Повелевает же хвалиться не всегда, но только тогда, когда лжиапостолы превозносятся». Все понятно, раз они возносятся, тогда приходится показать, а вы что возноситесь-то? Ничего нет, придумали там разные отделы, ничего этого нет, это обман. Второе, Коринфянам 5, 13. «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас». Толкование. Если мы говорим что-нибудь возвышенное, это называет апостол «выходим из себя», или в других местах «безумие», то делаем это для Бога, дабы вы, почитая нас немощными, не возгордились и не погибли. Если же говорим что-нибудь смиренно и с уничижением, то делаем это для вас, дабы вы научились смиренно мудрствовать. Или иначе, если кто имеет подозрение, что мы безумны, то мы надеемся получить награду от Бога, за которого подвергаемся такому подозрению. А если кто почитает нас смиренно мудрыми, то ты сам пусть получит пользу от нашего смиренно мудрия. Или еще иначе, если мы безумны, то безумствуем так для Бога, чтобы вас привести к Нему. Безумие же Павла было безумием любви. Любя Бога и живя подобно влюбленному, им одним, то есть любимым, он вышел из себя и всецело прилепился к Богу, жил не своей жизнью, но жизнью любимого, как высшей степени любимой или возлюбленной. Итак, если мы, говорит, выходим из себя, то для Бога. Все. 72.